В канун Рождества 1971 года 17-летняя Джулиана Кёпке вместе со своей матерью взошла на борт перуанского самолета авиакомпании Ланса 508 в Лиме. Они планировали вместе с отцом провести рождественские праздники на его научно-исследовательской станции, которая находилась в тропических лесах Амазонки. Когда самолет поднялся на высоту 6400 метров, он попал в грозовой фронт. Из-за сильной турбулентности самолет кидало и швыряло из стороны в сторону. С разных сторон сверкали молнии, пассажиры были сильно напуганы. Затем молния ударила в двигатель самолета и у самолета оторвало крыло. Обреченный самолет со свистом летел вниз. Кабина самолета распалась на части. Следующее, что Джулиана осознала, это то, что она была пристегнута ремнями безопасности к ряду сидений, которые падали, безмолвно кружась в воздухе на высоте более чем 3000 метров над тропическим лесом. Пролетев сквозь густые заросли джунглей, она рухнула и ударилась о землю. На следующий день Джулиана пришла в себя. Она сильно удивилась, когда поняла, что выжила после падения с высоты 3200 метров. И при этом она повредила только ключицу, а также имела глубокую рану на ее руке. Она пыталась найти выживших, но безуспешно. Полагаясь на знания, полученные от отца, который учил ее, что если найти реку и идти вниз по течению, то обязательно выйдешь к населенному пункту. С небольшим кульком конфет, которые она нашла в обломках, а также с одной туфлей, Джулиана отправилась в путь. В течение 10 дней она с трудом продвигалась вниз по течению. Она сильно страдала, так как глубокие раны были сильно заражены и в них завелись личинки. В то же самое время ей удавалось увернуться от крокодилов, пираний и безжалостных насекомых. В конце концов, она набрела на лачугу, в которой и уснула. Очень скоро ее обнаружили лесорубы. И наконец-то Джулиана встретилась с ее удивленным отцом. Невозможно представить, чтобы 17-летняя девушка выжила после такого падения, да еще и после того, как она в одиночку бродила в джунглях. Вы знаете, Библия рассказывает нам о людях, которые выжили после еще большего падения, чем Джулиана. Согласно Писанию, когда Адам и Ева пали, то вместе с ними пало и все человечество. Но Иисус пришел, чтобы спасти мир от греха. Возможно, ты думаешь, да, согласен для мира, но я зашел слишком далеко. Но если Бог смог спасти Джулиану, то Он может спасти и тебя. Ты не ушел дальше Моисея, который виновен был в убийстве, или Давида, который виновен был в прелюбодеянии, или Петра, который отрекся от Иисуса. Все они были прощены и спасены. Или, может быть, ты думаешь, я так часто падал. Мужайся! В притчах 24, 16 стихе сказано, «Ибо семь раз упадет праведник и встанет». Иисус изгнал семь злых духов из Марии Магдалины. Поэтому не отчаивайся, дорогой друг, и если ты упал, подымайся снова. Точно так, как Он смог спасти Джулиану, а именно смог вывести потерянную в джунглях и вернуть ее к Отцу, Точно так Он может вывести и тебя, потерянного в мире греха, и вернуть тебя к твоему небесному Отцу. Если вы желаете увидеть еще видео подобно этому, тогда подписывайтесь на канал «Удивительные факты веры». Субтитры создавал DimaTorzok